16-17 января Омский велотрек принимал участников чемпионата России по велоспорту среди слабовидящих спортсменов. За лидерство на первых крупных стартах 2021 года приехали бороться 36 гонщиков из разных регионов. Все спортсмены ждали этих стартов с нетерпением, готовились к ним, чтобы показать свой максимум. В карантин мы тренировались 6 раз в неделю, по две тренировки в день, потому что мы знали, что будет чемпионат России в январе. Мы надеялись, что его не отменят, и вот, слава богу, его не отменили. У нас две основные дисциплины, это 200 метров и спринт, и километр. По сравнению с прошлым годом мы улучшили результат на одну секунду, на 200 метров это пропасть, это очень большое достижение, вот мы очень этому рады. В принципе, я считаю, что подготовились достойно. Потому что результат на 200 метров сходу порадовал. Оказали лучше свое время. Думали, что после тяжелого 2020 года будет гораздо хуже, но в целом довольны. Представители Омской области завоевали в рамках чемпионата 5 медалей. Вообще наш вид это темп, это 3 километра и километр, но в спринте у нас тоже есть шансы. Так как мы в 2020 году стали чемпионками России в спринте. Наша Виктория Гришечко, выступающая уже третий год в паре с Людмилой Тороповой из Красноярского края, стала обладательницей двух серебряных наград и одной бронзовой. Золото в гонке преследования и бронзу в гите на тысячу метров в копилку Омской области принес Павел Нечапуренко, выступающий в тандеме с Артемом Ягоняном из Тульской области. Редактор субтитров А.Семкин